Пинкот Пинкот Всем привет! Это онлайн-шоу «Димош», а с вами Крош. Слышите эти звуки? Это бесподобный вокал нашего друга. Его зовут Ёжик. Запомните это имя. Да, петь вживую и исполнять трюки не всякому под силу. Ого, народу нравится. Уже целых пять лайков. Шесть. Ёжик, да ты талантище. И в этом сейчас убедилась куча народу. Какая еще куча? Ты что, снимал меня на видео? И до сих пор снимаю. Помаши рукой своим подписчикам. Прекрати. Ёлки-голки. Да ты ж теперь круче всех котиков в интернете. Прекрати. Ёжик, ты теперь звезда. Извините, коллега, а какая конкретно звезда? Сириус или Бетельгейз? Ёжик, теперь музыкальная интернет-знаменитость. Во! Это не то, что вы думаете. А теперь прошу извинить. У нашей звезды напряженный график. Вот дела. Алло, потише, можно? Мешаешь ёжику репетировать. Развели тут, понимаешь. А я ему какие фосфаты, только натуральные. Так, в сторонку, в сторонку. Звезда идёт. Хе, вот дела. Ёжику на обед подать. Лагман, Рейнфитроли, Фрикассе, Карпаччо, Фуагра. Нисколько можно ждать. Так, можете не толпиться. Ёжик занял душ до самого вечера. Над образом работает. Свободны. Ёжик, Работаем. Неправильно это как-то всё. Ты прав. Акустика здесь так себе. Брускетту, Ризотто, Пенне, Консуме. От молодёжь пошла, а? Совсем краёв не видят. О, здесь акустика получше. У нас репетиция. Освободите помещение. Вот дела. Гаспаччо, фалафель и... и морковный торт. А, торт. Безобразие. Э, ну чего он о себе возомнил, а? Это горько признать, но Ёжик, как бы это сказать, зазвездился наш Ёжик. Чего ж тут? Именно. Но я, кажется, знаю, как нам решить эту проблему. У каждого из нас есть свои потребности, или, проще говоря, желания. Но разобраться с этими желаниями нам поможет вовсе не золотая рыбка, а известный американский психолог, основатель гуманистической психологии Абрахам Масл. Он предложил разделить все наши потребности на пять основных категорий. Первая категория – это физиологические потребности, такие, как, например, голод и жажда. Вторая – потребность в безопасности, в защите от боли или страха. Потом идут социальные потребности. В них входят желания любви и дружбы. Четвертая категория – потребность в признании, то есть в успехе и престиже. И, наконец, последняя категория – потребность в самовыражении. Она же – потребность в стремлении раскрыть свой внутренний потенциал. Эти пять ступеней образуют пирамиду потребностей, которая также называется пирамида Маслоу. Чтобы перейти от банального желания покушать к личному самосовершенствованию, нужно, чтобы все наши прочие потребности были удовлетворены. Когда исполняются наши желания, мы автоматически поднимаемся на одну ступеньку пирамиды выше, пока не достигнем, наконец, самой вершины. Очевидно, что поведение ежика связано с его потребностью в признании. То есть сейчас он находится на четвертой ступени. И если мы подыграем нашему звездному другу, то удовлетворим эту потребность, и он поднимется на самую вершину пирамиды. Спит наша звезда. Красавчик. Тише, коллеги, не толкайтесь. О, кажется, просыпается. Доброе утро! Доброе. О, слышали? Как он это сказал? Как ангел. Как звезда. Эй, качай его! Доброе утро. О, что это значит? Субтитры сделал DimaTorzok Ёжик! Ёжик! Так-так! Ну всё, хорошего понемножку! Пятиминутка общения с фанатами закончена! У Ёжика график! Это провал! Чё-то пирамида твоя не работает! Просто его потребность в признании оказалась выше наших скромных возможностей! Но если нам не удалось сдвинуть Ёжика вверх, мы просто скинем его вниз! Не слишком радикально! Я имею в виду на нижней ступени пирамиды потребностей! Как я уже говорил, Маслоу заметил закономерность. Когда удовлетворяются простые потребности, мы начинаем тянуться к потребностям более высоким. Но возможен и обратный эффект. Как только предыдущие потребности напомнят о себе, мы спускаемся на ступень ниже. При этом спуск вниз происходит гораздо быстрее. Любой может скатиться с пирамиды в самый низ из-за обычного чувства голода. Проще говоря, когда мы хотим есть, то нам уже не до какого-то там самовыражения. Поэтому, увы, не стоит забывать о прочих потребностях даже на самой вершине пирамиды. Иначе они сами напомнят о себе. То есть ты предлагаешь устроить нашей звезде голодовку? Я бы предпочел назвать это антизвездной диетой. Эх, если уж голодать, то сообща. Вместе и внизу пирамиды не так тоскливо. Ты сейчас обалдеешь от моего сюрприза. Надеюсь, этот сюрприз как-то связан с едой. Я целый день ничего не ел. Это намного круче. Я есть хочу. Ну как, впечатляет? А это все зачем? Мы устроим тебе мировое турне. Пора переходить на новый уровень. Смотрите, чего думал. Турне ему подавай. Мы тут из-за него с голоду пухнем, а он все никак не успокоится. Никто не обещал, что эффект наступит быстро. И, да говорю же, не работает твоя пирамида. Да, возможно, процесс звездной болезни уже не обратим. Привет, земля! И с вами снова онлайн-шоу Дебош и его бессменный ведущий Крош. Спешил поздравить всех землян с началом всеверного турне галактической знаменитости несравненного Ёжика! Прините к экранам. Мы начинаем! Ёжик, приготовься. Сейчас будет прямое включение. Начинаю обратный отсчет до эфира. Три, два, один. Да что он о себе возомнил? Колючего надо спасать. Ты чего творишь? Спасаю, Ёжика. Отдай! И дам! Отдай! Не везет! Отдай! Внимание! Отключены двигатели шаролета. Вы что устроили? Мы ведь все чуть не погибли. Просто пытались вытащить тебя из порочного круга популярности. А вы меня спросили? Мне не нужна никакая популярность. Все, что мне нужно, это любовь и понимание моих друзей. Это средняя ступень пирамиды. Дружище! Ну что же ты сразу не сказал? Только не переусердствуйте. Думаю, нас всех устраивает средняя ступень потребности Ёжика. Если понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Это был полный дебош. О, а вот и поклонники. Низшая ступень пирамиды. Чего? Ничего. Просто бежим. Ой-ой. 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 Ок? Ой-ой-ой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИТО 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 У нас куча заказов, куча, просто куча заказов Все, все хотят пирамидки, абсолютно все Извини, но ты мне мешаешь Работай, работай, завтра будет готово Друзья, сегодня мы представляем Друзья, сегодня мы представляем Первую нашу пирамидку Подумать страшно, сколько нам еще предстоит их сделать Но пока пирамидки нужны вам всем Мы их будем делать и делать, делать и делать Делать для вас А вот и наш Кенни А вот и наш Кенни И его пирамидка 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 Я не пирамидку сломал, ты мою жизнь сломал, ты меня уничтожил Не говори ерунду Подумаешь, пирамидка Это не ерунда Это совсем не ерунда Моей репутации Конец Стойте, никуда не уходите Сейчас будет, сейчас будет пирамидка 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 Стойте Стойте У меня же есть гвозди Ну конечно же Всем нужны гвозди А вот гвозди Кому гвозди? Гвозди Берите гвозди Оптом дешевле Первому покупателю скидка Ночью дешевле